Самарская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За вывоз, транспортировку, сортировку и утилизацию мусора с нового года будет отвечать единый региональный оператор. Все тонкости нововведения в нашем следующем материале. Олег Якушев из Большой Каменки фиксирует на свой смартфон наиболее живописные участки местного пейзажа. Таким образом, на интерактивной карте свалок региона одной точкой станет больше. Он воспользовался вот этой системой, поставил координаты и обратился, когда указал, что на данной местности находится несанкционированная свалка. Проект «Интерактивная карта свалок» стартовал еще в начале 2017 года. Вдохновителями полезного дела и затем его экспертами стали активисты Общероссийского народного фронта. Вот на сегодняшний день у нас получается, что с начала 2017 года на карту нанесено 806 сигналов, из которых на сегодняшний день 301 проблема решена. Благодаря Народному фронту и неравнодушным жителям сейчас в регионе выявлено 513 несанкционированных свалок. С нового года Самарская область переходит на новую систему обращения со всеми этими отходами. За их вывоз, транспортировку, сортировку и утилизацию будет отвечать единый региональный оператор. Плюс как раз система, что каждому жителю не будет иметь смысла выбрасывать на свалку, потому что у него будет оплата и будет рекоператор вывозить эти отходы. То есть услуга будет осуществляться. Это вот один из плюсов системы. Региональный оператор будет участвовать в ликвидации только тех свалок, которые появятся с 1 января будущего года. Сначала представители организации собирают доказательную базу, составляют акт, делают фото. Затем собственнику участка, где обнаружена свалка, направляет свое уведомление. В течение месячного срока, если не будет никакой реакции, то, соответственно, рекоператор своими силами будет убирать вновь образованные навалы или свалку. И в дальнейшем уже строить свои взаимоотношения с собственником земельного участка, на котором это было обнаружено. Главная задача реформы, связанная с ликвидацией бытовых отходов, свести к минимуму число несанкционированных свалок в регионе. Что же касается импровизированных полигонов твердых бытовых отходов, которые уже зафиксированы на карте области, то их ликвидация и забота собственников земли. Если же таковых и нет, то проблемой должен заняться муниципалитет. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.